Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики Истории жизни, психологии отношений, про РСП, про сайты знакомств, про отношения, про все про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте плейлисты Истории жизни, психологии отношений, чтобы посмотреть предыдущие видео. Пишите свои истории в разделе о канале и ссылка на мою соцсет, либо в комментариях, либо можете писать на Boosty в личных сообщениях. И подписывайтесь на Boosty канал, где будем проводить прямые эфиры, знакомиться, общаться все вместе в режиме онлайн. Ссылка на Boosty будут под этим видео в описании и в закрепленном комментарии. Ну а сейчас, собственно, хочу поговорить про историю, которую я рассказала совсем недавно. Так сказать, часть 2. Да, я пообщалась снова с героиней этой истории и как бы некоторые моменты она мне прояснила и сама хотела ответить на некоторые комментарии и я со своей стороны тоже. История такая, что ну помните, я рассказывала, что пришла любовница к жене мужа и сказала, что я беременна, о, не беременна, что я родила ребенка от вашего мужа, пришла уже с ребенком и типа, жена, подвинься, дай мне своего мужа, я там хочу быть с ним, да. Как бы ребенок вашего мужа. Как накинулись у меня на эту вот жену, это просто обалдеть. Это, понимаете, перед этим несколько видео назад мне как раз любовница рассказала историю, как бы, ну, что она встречается с женатым, да, там, все такое проще. Накинулись на эту любовницу. Вся любовница такая, такая розетка. Сейчас вроде бы такая история, когда жену должны по идее защищать, да, потому что муж гулял, изменял, нагулял ребенка на стороне, допустил, что любовница пришла к жене и сказала, отдай мне своего мужа, потому что я хочу быть с ним, ты с ним уже пожила, отдай его мне. И кто плохой в этом? Ну, кто бы сомневался? Конечно, жена. Ну, просто комментарии были именно такие. Честно говоря, даже я удивилась. Ну, всему же есть предел. Понимаете, вот и какие вот, к чему мы пришли. Вы, кстати, все девушки, женщины со мной согласились. Конечно же, она не может позволить себе развестись с мужем, потому что она от него финансово зависит. Жена никогда нигде не работала. Понимаете? Ей уже около 40 лет, что-то такое, там, 38 ей лет, она говорила, да, ну, почти 40. Поэтому куда она пойдет работать? И главное, зачем? Ее муж хорошо зарабатывает, прекрасно. Почему она должна работать, пойти, потому что к ней пришла какая-то тетка с улицы, да, и захотела разрушить ее жизнь. Ну, вы подумайте своей головой, зачем ей вообще все это надо. Значит, какие я дала ей советы? Естественно, с мужем не разводиться, потому что она от него финансово зависит. И куда я пойти здесь? У них двое детей на минуточку, дети-подростки. По миру пойти, что ли? Отдать ей вот этого мужа, своего вот этой вот любовницы пресловудой? Нет. Почему плохая жена? Оказывается, она допустила то, что ее муж, горячо любимый, родной, так сказать, пошел налево. В этом виноват не муж. Нет, что вы. В этом виновата жена, судя по некоторым комментариям. Ну, давайте так, комментарии неадекватные. Ну, в какой-то степени, конечно же, она может быть немножечко виновата, что она себя запустила в том плане, ну, стала немножечко там толстая, как она говорит. Ну, не то, что там совсем толстая-толстая, ну, лишний вес у нее есть. Она говорит, да, я признаю, потому что я сижу дома, я не работаю, я хорошо много готовлю всего разного, ему это нравится тоже, он от этого тащится. Я говорит, очень хорошо готовлю, ну, конечно, я тоже сама это ем. Ну, в общем, вы помните, да, эту историю. Значит, что она мне объяснила? Когда она выходила за него замуж, на минуточку, он не был никаким ресурсным мужичком, но не был он ресурсным. Он только начинал свой жизненный путь. Я уже, ну, отвечала кому-то в комментариях, что именно благодаря этой жене, ну, не то, что благодаря жене, но она была его тылом, он стал тем, кем он стал сейчас, к своим сорока годам. Понимаете? Вот и все. То есть она говорит, это мой первый и единственный мужчина. Да, вот этот вот ее муж. Я выходила за него замуж, будучи там, ну, не знаю, может, это свадьба у них была или после свадьбы, это не важно, это был ее первый, единственный мужчина за всю жизнь. Она никогда ему не изменяла, то есть это была верная, преданная жена для него, да. И, видимо, наверное, не надо быть такой хорошей женщиной для своего мужчины, потому что мужчина может сесть на голову, свесить ножки и творить вот такие вот вещи. Скучно ему стало, понимаете ли, с ней. Кто-то пишет, она там в этом деле его перестала устраивать, то вот столько лет устраивала, да, а потом вдруг резко перестала устраивать. Ну да, такое бывает. Ну, так это же не значит, что надо предавать человека вот сразу, да. А он ее предал, он именно это сделал, потому что он погулял на стороне и там погулял с последствиями и допустил такое, что допустил. Что касается, там многие писали, нет, давайте еще расскажу, что про жену, подождите. Она, значит, выходила за него замуж, ну, единственный мужчина у нее был, она училась в институте, получала высшее образование, но как только она там забеременела и родила первого ребенка, она была вынуждена взять как это академический отпуск, что-то такое в институте, да. И потом из одного декрета она пошла в другой сразу декрет и потом бросила институт. Да, говорит, это был тоже мой косяк. Но на тот момент, говорит, я не могла поступить иначе. То есть она отдала свои лучшие годы этому мужчине. Ну, согласитесь, что это так и есть. То есть это факты, понимаете. Она родила ему двоих детей, она быт его полностью обустроила, а он шел вверх и развивался, и как бы, ну, она дома все это устраивала, убирала, готовила, там, стирала детей, там, воспитывала, растила, а он там вот зарабатывал деньги. Ну, нормальная такая семья. Ну, потом и что случилось, то случилось. Ребенок — это от него у любовницы. От него. Любовница сказала, что она подала в суд на установление отцовства и на взыскание алиментов. Понимаете, если бы, может быть, попалась бы какая-нибудь другая женщина, не такая ушная, как эта любовница, все было бы, ну, спокойно, жена бы об этом не узнала и не страдала бы. А тут любовница получилась такая ушная, да, и она вот, да, подала в суд. Ну, согласитесь, что если женщина подает в суд на установление отцовства и на взыскание алиментов, она уверена на 100%, что он отец ребенка. А дальше бы она просто этого не делала. Но она и говорила ей, когда они общались, вот встретились, она говорит, у меня никого, кроме него не было, кроме вашего мужа. И она говорит, я посмотрела на этого ребенка, так, ну, вот, он похож на мужа моего. То есть, ну, это его ребенок, да. Понимаете, в чем дело? И, значит, какие советы я давала ей, чтобы поговорить с мужем честно. Не надо там скрывать, что я там ничего не знаю, в суд уже подан иск. Понимаете, тут уже как бы не сделаешь вид, что ты ничего не знаешь. Просто сказать, что если ты не хочешь, чтобы я с тобой развелась, а он не хочет с ней разводиться, он дорожит вот этой своей женой и детьми совместными. И еще такой момент, у него очень близкие, как она сказала, делала отношения с их старшим сыном. Очень близкие. И, естественно, дети ничего не знают об этой ситуации. И он говорит, он меня чуть ли не на коленях умолял, чтобы я ни в коем случае не говорила об этом детям. И особенно, чтобы вот сын, с которым он, ну, друзья, они вот с сыном, чтобы он об этом узнал. Потому что сын отвернется от отца сразу, потому что и мать свою любит, ну и вообще это предательство. Поэтому для него это важно, сохранить свою семью. И она ему сказала, чтобы ты, дорогой мой, переписал, да, как я и советовала, и многие другие женщины тоже, переписал все имущество, движимое там, недвижимое, на меня и на мою маму. Но детей нельзя, они еще несовершеннолетние. Если ты этого не сделаешь, то все, мы будем расходиться, я буду пилить наше совместно нажитое и все такое прочее. И детей против тебя настрою, и все. И мы с тобой вообще прекратим общаться. Он этого боится, как огня, она говорит. Поэтому, да, он согласился, что он перепишет все имущество, там, ну много чего, там и акции даже какие-то, если что, ну, то есть человек богатый, понимаете, на свою жену и на ее мать. Да, то есть он будет гол, как сокол в этом плане. И только на таких условиях она согласилась с ним остаться. Конечно, сможет ли она ему это простить? Она говорит, ну, наверное, нет. Потому что это предательство. Он долго был в отношениях с этой бабой. Долго. Это самое настоящее предательство. Говорит, но я свою жизнь поганить тоже не собираюсь, потому что, извините меня, я не собираюсь с детьми там куда-то уходить и, что называется, голодать или еще что-то делать. Ладно, сейчас по комментариям немножечко пройдусь. Понимаете, какая ситуация? Извините меня, и таких женщин тоже бросают и предают. Как вот, ну, не бросают, а предают, как вот героиня моей истории. Она со всех сторон положительная. Ну, вот, как бы не придраться. Ну, давайте так. Еще она поставила ему условие, чтобы у него даже мысли не было встречаться с этим нагулиным ребенком на стороне. Даже мысли не было. Он, конечно же, согласился. Алименты платить ему придется. Представляете, тоже попаду с на 18 лет. Это, конечно, вообще, ну, еще, я так поняла, что он может что-то там регулировать свою зарплату, как-то он сам себе хозяин, там что-то такое, да, и он сделает ее по минимуму, чтобы высчитывались вот эти вот деньги на этого ребенка по минимуму. Но это был выбор вот этой вот женщины, которая от него забеременела. То есть, когда ты беременеешь и женатого мужчины, ты должна понимать, что, возможно, помощи оттуда вообще никакой не будет, ты будешь растить этого ребенка одна. Понимаете? Поэтому она рассчитывала, что вот жена узнает об этом и гордость у нее взыграет. Она скажет, все, муж, пошел ты вон и давай, типа, иди к ней. Она хотела заполучить именно его, мужчину этого. Да, многие скажут, вот там его ресурсы, там, бла-бла-бла. Да, конечно, его ресурсы, но и его самого в том числе. Ну, ладно, я не буду говорить про любовь-морковь, может быть, здесь, конечно, дело не в этом, но иначе зачем ей надо было с другой стороны? Она могла бы, как бы, условия тоже любовницы какие-то поставить, но она захотела именно его себе, понимаете, оторвать от этой женщины и взять себе. Ну, женщина вообще влюбляется. Вот, если мужчины, которые пишут комментарии, вот, только ресурсы этого оленя, там, надо, бла-бла-бла, то, понимаете, есть такое, что женщина влюбляется. Может быть, мужчины, которые пишут подобные комментарии, они не знают, что это в принципе возможно, но это возможно. Такое есть. Вот. Давайте теперь немножко про комментарии. Значит, ну, конечно же, я еще говорила в предыдущем видео про то, что надо откладывать свои собственные деньги, да, сундучить от мужа, потому что, ну, мало ли, еще раз пойдет налево. Ну, и вообще, простить такое, он говорит, нет, я не смогу. Это предательство. Ну, прикиньте, вот, допустим, пришел, жена пришла, значит, к мужу с прицепом, в подоле принесла, да, нормально? То есть, некоторые мужчины так и писали комментарии, ну, и что здесь такого, типа, подумаешь, покончу, что если бы жена такая пришла, ой, извини, я бы и века на стороне нагуляла, давай жить дальше, все хорошо там, хорошая погода. Нет, такие вещи не прощаются. Есть вещи, которые прощать нельзя. Вот это то самое. Так, значит, дельный совет отдаете, хоромчить деньги, ну, не хоромчить, а сундучить, ну, ладно, от мужа. Его деньги, она жизнь свою на этого мужа положила, это их совместные деньги, на минуточку, и деньги их детей. Это кресятничество, что за ханжество, а то, что он сделал, можно сказать, ей в спину, это как вообще? Это еще хуже. Может, посоветуете лучше устроиться на работу, или данную функцию у располневшей королевы не присмотрено. Именно королеву, тут так написано. А с какого такого перепугу она должна устраиваться на работу? Ей почти 40 лет. У нее нет высшего образования, она не получила его, не закончила из-за этого самого мужа. Она не хочет идти работать, и устраивает ее жизнь. Почему из-за какой-то бабы залетной, она должна свою жизнь портить? Нет, не должна. Это первое. Второе, у нее нет образования, у нее нет связи, у нее не подруга, у нее вообще никого нет. У меня все, мои дети и мой муж, и моя мама. Вот вся моя жизнь. Понимаете? С какого такого она должна идти? Ее никто не устроит на работу, нет ни опыта, ничего делать не умеет. Какая ей работа? Но нет блата, у нее нет связи. Она не может устроиться на работу. И не хочет, да, не хочет. Потому что у нее муж богатый, на который она жизнь свою положила. И она не собирается просто так это отдавать какой-то залетной тетке. Правильно делает. Но тоже было бы, знаете, странно вот говорить, что она должна отдать этого мужика и пойти работать. Нет, не должна. Она не собирается перекраивать свою жизнь и ухудшать свою жизнь из-за тетки чужой. Она не будет. Еще один очень такой злобный комментарий. Такой прям. На месте мужика, но послать всех этих змей, развод, лишить всех детей наследства. Причем здесь дети? Скорее всего, имущество добрачное, жену выкинуть вместе с мамашей. Но мамаша живет там отдельно. Если что, она просто есть вообще в принципе у нее. Они отдельно живут. Значит, и ни в коем случае нельзя сохранять такую семью с такой. И нехорошее слово тут написано. Во-первых, почему он должен лишать наследства своих детей? Это его дети, это его продолжение, это его все. Любимые дети, там вы говорите, со старшим сыном очень близкие отношения, это его самый близкий человек. Его будут лишать его наследства, да он живет ради него, ради них, ради этих детей. О чем вы говорите? Вы чего? Да и вообще, конечно, бред. Ну, видно, у вас детей нет, раз такое пишите. Значит, имущество добрачное. Нет, имущество совместно нажитое. Просто что-то было на жену записано, что-то на него было записано. Она выходила замуж за обыкновенного парня. Он был гол, как сокол. Все это наживалось вместе. Понимаете? Да, конечно, это можно потом там делить, но никто этого не хочет. Ни он, ни она. Жена хочет, чтобы это все осталось в семье, у нее, у детей. Да и он тоже этого хочет. Понимаете? Может быть, у него вообще не один ребенок на стороне, учитывая, что он какой-то такой, да? Но, может быть, это его не одна любовница. Я не буду утверждать, я не знаю. Но такое может быть в легкую. Может быть. Может быть, у него еще какой-то ребенок на стороне есть. Поэтому что он будет? Это, опять же, выбор этой любовницы. Если ты беременеешь из женатого мужика, то ты думай своей головой, на что ты обрекаешь себя и своего еще нерожденного ребенка. Кому ты будешь нужна? Никому. Вот это и есть РСПХ на самом-то деле. А жена его при чем здесь? Вообще ни при чем. И вот оскорблять эту жену. Ну что это такое? Почему вы оскорбляете? За что? Ее предали. Она нормальная женщина. Она, говорю, жизнь посвятила свою. Ладно, не буду повторяться. Ну, такой, знаете, странненький комментарий. Можно подумать, он так и разбежался на нее переписывать имущество. Да, да, разбежался. Он не хочет потерять своих детей и свою жену. Не хочет потерять, понимаете? Поэтому перепишет, конечно же. Так, понимаю, как жене противно теперь с этим мужем, но деньги от него, как видим, не пахнут. К чему это лицемерие ханжества? Пахнут, не пахнут? Понюхайте. Закажите ей на что? А детей ей поднимать дальше? На что? И почему она должна от этого отказываться? Объясните хоть одну причину. Почему? Еще раз говорю, потому что какая-то залетная тетка так решила? Нет. Ну, еще один такой есть длинный-длинный комментарий, такой прям вообще длинный. И мне очень часто пишут, вот эта женщина, она пишет такие комментарии, витиеватые какие-то, что даже мои другие зрители не всегда ее понимают, признаюсь я вам честно, тоже не всегда ее понимаю. В любом комментарии у них всегда присутствует слово индивидуалка. только потом поняла, что это значит, это специально обученные женщины, вот эти вот, которые, прости, Машки, да. И как бы вот история всегда рассказана поверхностно, она мне пишет. Простите, а что вам надо рассказывать? История, такие вот какие-то подробности, сколько раз в день стул у моих героев, что они там едят, какая у них зарплата, сколько у них комнат в квартире или еще что-то. Это бред какой-то. История всегда раскрыта полностью, то есть суть. Я никогда не лезу в душу своим героям. Они рассказывают сами, что считают нужным. Если я задаю какие-то вопросы наводячие, то это строго по теме. Я не буду ответвляться куда-то, да, потому что это неприлично, да, то есть вопросы надо задавать какие-то такие, ну, тактичные, по теме. Поэтому чисто по сути. Ну, первая часть. А как она финансово от него зависима? Подавляя на имущество ее, как она еще больше может сделать, быть еще более финансово независимой? Все записать на себя, что ли? Ну, и много еще. В смысле? Она как от него финансово зависима? Вы что, вообще реально, я хочу сказать, не вдупляете? Она не работает. Он, кормилец в семье, понимаете? Вот так вот. А что она будет есть? Кусок квартиры откусит, что ли? Ну, понятно, что может продать и все. А зачем? Где они жить будут? Ну, какие-то странные такие вот вещи, да? Она не работает. Работает он. Он зарплату приносит. Или заработок там, да? Или деньги. Это просто очевидно. Нет, вот видите, кто-то не понял. или сделал вид, что не понял. Ну, вот, в общем-то, такое небольшое продолжение этой истории. Ну, как небольшое, в принципе, существенные такие моменты. С мужем она поговорила, свои условия она озвучила, он эти условия принял. С этим ребенком, Нагулиным общаться, встречаться он никогда не будет. И будет, ну, вынужден будет платить элементы, да? 18 лет, ну, там по минимуму. И согласился, переписать все, что можно на нее и на ее маму. Только на таких условиях она от него не уйдет, не будет настраивать детей против него и не подаст на элементы и на развод. И он, конечно, говорит сейчас просто шелковый. Но он сделал ей больно. Она говорит, он сделал очень больно. И простите, ты говоришь, я, конечно же, не смогу. Поэтому вот так вот они будут жить. Что будет потом, никто не знает, наверное, даже они сами. В общем, пишите свои комментарии. Ну, не знаю, может быть, будет все точно такие же писать. Ах, как она там может пилить с ним имущество, не имущество пилить, а там крестьянничать, еще что-то. А он не оставил ей выбора. Понимаете, он просто не оставил ей выбора. Вот все. И мы живем не в сказке, что надо быть какой-то там благородный. Он благородный? Нет. А с какого перепугу она должна быть благородной? Тоже. Каждый человек действует в собственных интересах и, конечно же, выживает. и хочет жить хорошо. Вот и все. Ладно, пишите свои комментарии, пишите свои новые истории, будем общаться. И все это дело, конечно же, обсуждать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.